всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как я делаю свои розочки я давно уже обещала и наконец-то освободилась немножко времени чтобы вам показать как это делаю я повторюсь я показала там в одном видео и сейчас повторюсь я делаю розочки на двух вариантах или делаю их на зубочистке или на шпажке и делаю их на проволоке проволока у меня толщина 05 специальная флористическая как бы очень тоненькая поэтому я изгибаю вдвое чтобы она у меня выдерживала этот конус мой который будет у меня заготовкой под розочку я сделала щипчиками петельку можно ножничками щипчиками чем вам удобно там даже не петелька крючочек я вот этих крючочков вот надела целую кучу розочек у меня будет много использую я самую самую простую мастику кто не знает как ее сделать посмотрите мое предыдущее видео вот нам здесь на самом деле не надо изощряться можно сделать из остатков и мормышковой мастики только оставить ее очень надолго чтобы она хорошо просохла и потом наши розочки не спадали с наших крючков или взять любые остатки мастики неважно даже какого цвета вы возьмете в принципе то есть это у нас здесь перекроется я часто когда у меня остается какого-то цвета мастика я знаю что мне этот цвет уже не нужен могу налепить этих заготовок и они у меня отлично стоят и чувствуют себя в течение месяца двух неважно главное потом просто упаковать чтобы они не становились влажными вот и не преподали у вас никакой пылечкой крючочек увлажняю скатала я вот такой вот конус просто придавила пальчиками вы видели я ничего сверхъестественного не сделала вот розочки меня будут крупные поэтому и конус у меня крупная вы ориентируйтесь на свои размеры как вам это нужно соответственно вот у меня будут большие розочки это мне будет двухъярусный свадебный торт я показывала самом начале и розы там должны быть у меня большие вот точно так же делаю зубочисткой вот но на зубочистке я не буду крутить на много листков розы то есть это мне будут как бы бутоны которые будут сбоку вставляться поэтому мне их не обязательно было крутить на проволоке вот поехали дальше собственно я делала двумя способами у меня я сейчас уже на алиэкспрессе приобрела такие пластмассовые формы раньше вырезала абсолютно вот так вот самодельными из баночек жестяных вырезанных формочками просто вырезала сформировала и закрутила сзади лишнее чтобы она мне держалась кучки вот принципе вы можете тоже сделать такие если вам там на один-два раза попробовать вы хотите я открыла в интернете просто лепестки роз или вот вы открываете каттер и лепестки роз смотрите какая у него форма и поэтому делайте я там воспользовалась и палочками ручками выравнивала как могла сгибала вот но так как хочу и пока мне сделать попроще показать вам и побыстрее поэтому покажу сразу вот на таких пятилистников я выбрала вы видели пятилистник такой чтобы у меня был капельку больше чем мой бутон по высоте потому что мне нужно чтобы лепестки полностью перекрывали мой бутон то есть я те два которые маленькие катера мне не подходят я их убрала остаются вот такие вот три то есть самые большие если у вас крохотные розочки то есть у вас наоборот может быть мастику нужно раскатать очень тонко чем тоньше вы сможете раскатать тем лучше вот тем больше реалистично будет выглядеть ваш цветочек но смотрите чтобы вы могли туда если вы будете потом добавлять на проволоке лепесточки в принципе это все равно вы потом будете раскатывать на проволоке поэтому здесь это не важно сейчас в общем раскатайте как можно тоньше вот если вы будете делать самодельными то просто делайте по 5 лепестков и каждый цепляйте по отдельности вот но я вам покажу его так вот на алиэкспрессе кстати по моему эти формочки купила пять штук что-то за 50 с чем-то гривен то есть на самом деле а продаются у нас они в интернет-магазинах от 100 начинаете форму если вдруг кому будет интересно спрашивайте я попробую найти ссылку на ну на того продавца у которого заказывала я вы видите я пользуюсь из набора я уже показывала какой набор у меня такая косточка как бы там она у меня немножко отпала вот но мне удобнее именно работать с ней не шариком вот почему-то именно с ней не знаю почему приловчилась уже так рука я истончаю немножко свои края лепесточков сильно их не волним потому что у розы не очень волнистая края намочила бутончик и теперь один лепесточек увлажняю полностью сверху перекрываю и свожу в такую тоненькую тоненькую трубочку здесь очень важный момент обязательно свести трубочку в ноль чтобы не выглядывала никакая срединка бутона вы делаете большую ошибку если оставляете там дырочку и такое видно как бы тупой тупая срединка то есть это не реалистичный цветок теперь мне нужно распределить в принципе эти лепесточки равномерно которые у меня остались поэтому я клею одну сторону приклеила одну сторону под нее поддеваю где-то так плюс-минус она мне увидите на средину следующая лепестка заходит то есть разделяю вот так чтобы они мне равномерно как бы были и закручивать тем самым приклеиваю вторую сторону чем вы более хотите чтобы был закрытый бутон тем сильнее его сводите как бы сильнее его скручиваете если нужно вот так как я не важно чем палочкой зубочисткой не важно чем если нужно чуть-чуть намочите кисточкой придавливайте чтобы вас один краёчек как бы и средины как будто у вас розочка как раскручивается как настоящем бутоне я уже вы видите тут в процессе так что сразу буду показывать оставляем просушиваться наш бутончик не делайте сразу на одном цветке не цеплять и на него сразу все лепестки давайте ему немножко просохнуть потому что у вас лепестки просто-напросто потом держаться не будут или когда вы можете прицепить там на него 20 лепестков они просто отпадут потому что они не будут держаться конуса то есть они будут сильно тяжело поэтому давайте ему немножечко просохнуть так вот следующий ряд у нас уже должен должны закручиваться лепестки у меня здесь вот шпажка и на втором ряду нам нужно закрутить одну сторону лепестка я взяла шпажку и шпажку как бы продавлю прокручу в одну сторону зацепляется там у меня кусочек лепестка и я заворачиваю вовнутрь оставляю слегка просохнуть тем временем делаю следующий ряд лепестков это буквально если вы работаете с мастика которую я давала для лепки цветов то это буквально вам нужно оставить там на три минутки чтобы просто зацепились эти кудряшки не раскручивались сильно если у вас сильно прилипает мастика при пылите немножко крахмалом он так будет проще и точно также поступаю с третьим рядом лепестков то есть собственно зарутили мы все наши лепесточки и теперь нам нужно поставить второй ряд наших лепестков я у водичкой просто делаю вот такую вот буковку в я галочку делаю на каждом лепесточке до момента закручивания то есть не до самого верха там а буквально так ну чуть больше чем до серединки где-то так смотрю чтобы предыдущий лепесточек вот у меня заканчивался на середине следующего который будет наверху и цепляю точно также одну сторону цепляю одну и второй прикрепляю смотрите в общем за пальцами одну и второй сверху и вот получается у нас уже вот такой бутончик то есть хотите оставляйте на два ряда если где вам нужно там центре проклеивайте добавляйте водички и прижимайте вот так третий ряд третий ряд точно также у нас третий ряд тоже вы делаете буковку в только там немножко будет по-другому нам не нужно будет лепесточки проклеивать они у нас должны быть в более свободном положении то есть я вставляю в центр и просто вот это вы видите тоже по центру один лепесток заканчивается другой начинается и вот просто придавливаю жопку здесь я там нигде ничего не проклеивала лепестки не склеиваю чтобы она у нас была более воздушная просто жопку проклеила чтобы она у меня держалась и получится вот такая вот у меня уже розочка так как это проволочка я загибаю кончик и могу вот так повесить сушиться свою розочку если это у вас на зубочистке уже будет третьим рядом то тогда нужно сделать поддерживающую конструкцию из фольги вот дальше я буду пользоваться уже вырубками вот такими саморобными хочу кстати сказать что вот здесь если будете вы такое делать то срежьте вот тут уголочек где вы будете загибать тогда вам удобнее будет доставать потому что там как подцепляется мастика удобнее будет вам срезать ней вот я смотрела плюс-минус чтобы лепесточек у меня как бы был больше ну как на глаз я не знаю чтобы по реальне подходил вы видели я приложила лепесточек он так но чуть-чуть крупнее смотрится плюс то что он сядет чуть чуть ниже поэтому он как бы не будет выглядывать воздушно так и не сильно большие и не сильно маленькие нужно чтобы были вот теперь как мы работаем с ними так как у меня это будут уже на проволоке лепесточки то я работаю двумя вариантами если вы работаете не так давно с проволокой то лучше сделайте таким способом и у вас нет и коврика специального для лепестков там знаете где прорезанная чтобы внизу вставлять проволочку уплотнение как бы такое я просто если что беру шарик из мастики крохотный буквально одеваю на проволочку которую макнула в водичку и прокручиваю вот так вот накручиваю делаю палочку такую вокруг проволоки и увлажняю тут эту палочку с одной стороны и к этому мокрому прицепляю лепесточек чтобы она не так сильно торчало я его немножечко или прокатываю вот так скалкой или придавливаю бока как бы чтобы она у меня хорошо и пристала приклеилась и нет так сильно торчало теперь в этом уже ряду как бы который у нас более воздушный считается который уже полностью открытые розочки я его тоже вы видите утончаю но здесь у меня будет загнутые два уголка розочки закручены то есть я закручу с одной стороны уголочек и закручиваю со второй стороны уголочек с изнаночной стороны и вот это будут у меня вот такие лепесточки я сделала из фольги вот такую вот конструкцию для сушки лепестков я покажу как я сделала сейчас пока покажу второй способ как лепесточки я делаю так как я уже с проволокой работаю очень давно и не люблю коврик я проволоку просто продеваю внутрь тончайшего лепестка между пальцами мне удобнее так вы видите я уже привыкла и она мне не видно получается этой проволоки там где она продевается точно так же истончаю края мне как бы таки быстрее все вот утончаю края и с обратной стороны сейчас сделаю два завиточка наших лепестков без этих завиточков розочка не смотрится так реалистично вот увидите прокатила в обратную сторону и завернула назад она как-то само цепляется заворачивается в общем как-то так лепесточки отправляем сушиться чтобы они у нас хорошо просохли тем временем покажу как сделать вот такую из фольги потому что продают всякие штуки для чистки кто-то для чистки господи для сушки и они очень дорогие кто-то сушит на яичных лотках но это не совсем удобно ну по крайней мере мне я делаю себе из фольги я оторвала кусочек фольги свернула ее вдвое взяла подходящую мне размеру емкость и просто к ней придавливаю слегка слегка углубляя делаю такую впуклую впадинку вот вы видите приложила пальчиками чуть-чуть придавила сделала плотный горбик сверху верхушечку чтобы она меня держалась и пошла дальше буквально 30 секунд и формочка на 5-6 вот таких лепесточков у меня готова вам в принципе если лепесточки вас тоненькие вы буквально полчаса у вас подсохла партия вы их можете убирать уже в другое место то есть они уже хорошо держит форму и вы на их не место уже можете ставить другие вот пожалуйста на 5 лепесточков такая форма готова в общем лепестки мы высушили все у нас хорошо вот наши лепесточки теперь нам нужно свернуть и нашу розочку если вы хотите чтобы она была более объемная здесь у меня тейп лента что это такое то ленточка которая такая немножко как жмаканая и там как клейкое вещество в ней немножко есть и и она растягивается тем самым жимая прижимали жима и прижимая в общем как то так она у меня сантиметровая и я ее разрезаю на пополам ширину то есть тогда у нас не будет огромных таких толстых стебельков это раз и в целях экономии тоже соответственно это два то есть это бессмысленно абсолютно нам нужно накрутить возле самого стебля вот так вот чтобы хорошо держалась эта тейп лента она в принципе хорошо держится начинать цеплять свои лепесточки подгибаю его держась за него в самом низу вы видите я держусь за него в самом низу изгибая его чтобы не поломать как бы сахар то этот очень тоненький и он может сломаться если вы возьмете за верхушечку и придавите очень сильно поэтому берусь за низ лепестка и придавливаю сгибая проволочку и цепляю к лепестку и буквально 12 оборота я прокручиваю тейп ленты точно чтобы зафиксировать каждый лепесток по отдельности кручу на одном месте это не то что я пока вниз ничего не прокручиваю кручу на одном месте тейп ленту то есть просто прижимаю верхушку я буду добавлять всего по 5 лепестков еще то есть у меня розочка вышла получается на 20 лепесточков да да на 20 лепесточков и вот она у меня такая пышная воздушная так прокрутила я пару раз теперь мне нужно хорошенько проправить свои лепесточки поставить их на место разогнуть так как нужно потому что сейчас я пойду тейп лентой обкручивать весь свой стебелечек и тогда уже не буду двигаться мои лепестки сейчас пока они еще шевелятся все теперь я закручиваю закручиваю слегка натягиваю тейп ленты прокручиваю просто придавливая пальчиком и она отлично схватывает все мои проволочки до кучи мне он остался кусочек проволоки лишний другой длины я его ножничками отлично он у меня обрезается все люблю работать стейп ленты обычная ленточка вам не подойдет вот все лишнее я оторвала она мне не нужно получилось вот такая вот розочка вот они у меня разные вы видите по размерам зависимости от бутона я цепляла вот чуть-чуть на размер меньше розочка вот я еще буду слегка прокрашивать пудрой для цветов я в конфессиор заказывала себе пудру вот такая у меня темно-синяя и я не буду слегка припылять серединку чтобы она более глубокая как бы казалось чтобы цветочек мой был более насыщенный я на салфетку насыпаю красителя у меня кисточка такая то если не ошибаюсь у меня колонок пушистая мне удобно с ней работать именно в этих целях именно для розочек я распушевываю я хорошенько припыляю сам центр там где у меня самый такой плотный бутончик и стараюсь лепесточки внутри туда ближе к внутренней части припылить чтобы они у меня стали там внутри потемнее чтоб придать именно такого объема я смотрю что яркости мне не хватает у меня сами розочки такие именно насыщенно синие и это пыльца не сильно отличается яркостью поэтому я вам покажу как сделать еще цвета более насыщенно яркими и сами наши цветочки станут ярче и собственно вот это вот пыльца там где мы наносили тоже станет ярче вот тем временем собственно пока месть вы видите я на каждый лепесточек где хочу там и наношу если у вас светлые цветочки то лучше наносят по краям делают им такие нежные оттенки ну так как у меня темный то у меня как бы светлый оттенок получается по краям а внутри темный все в принципе меня уже это устраивает моя розочка воздушная пышная и прокрашенная и чтобы стал цвет ярче я поступлю с ней вот так вот я поставила закипать чайник и теперь под паром когда на маленьком огне у меня кипит чайник я буду поддерживать свою розочку недолго буквально вот так вот прокручиваю чтобы туда заходил вовнутрь пар поэтому прокручу под разными наклонами смотрю что пару именно зашел вовнутрь так чуть-чуть подержала так чуть-чуть подержала смотрю чтобы она просто буквально капельку увлажнилась не намокла там промокла и раскисла а буквально просто чуть-чуть покрылась паром и наш цветочек становится ярче сейчас я вам покажу насколько он стал ярче по сравнению с цветком который не крашеный вот он видите такой прям насыщенный насыщенный собственно все мы здесь уже закончили останется только цветы расставить на тортик вот и ваш торт красота ваша готова можно еще вот вы видите разницу между прокрашенными не покрашенным цветком и тот который был под паром и не был вот сзади еще можно зеленый чашелистник сделать но мне зеленого на тортике не нужно поэтому мне в общем я надеюсь что смогла вам помочь если что-то непонятно спрашивайте в комментариях добавляйтесь в мою новую группу контакте подписывайтесь на мой канал с вами был кекс до новых встреч пока пока и